Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Роста не будет, а оборот сократится на 3%. При этом чиновники добавляют, что несмотря на непростую ситуацию, в регионе появляются новые объекты торговли. За полгода в Кирове в районах появилось около 40 точек, торгующих преимущественно продуктами. Программа Экономика. Программа Экономика. Если заемщик передумал пользоваться льготным периодом до того, как кредитор одобрил его заявление или наступил первый день каникул, он может отозвать свое заявление. Любым способом, предусмотренным договором. При этом заемщик может вновь обратиться за кредитными каникулами, если они понадобятся позже. Даже если льготный период уже начался, клиент все равно имеет право отказаться от него. Для этого нужно подать заявление кредитору. Если заемщик успел отказаться от каникул до даты очередного платежа по кредиту и договорился с кредитором о возвращении к прежнему графику, каникулы для него прекратятся без каких-либо последствий. Есть еще один вариант отказаться от каникул, вносить платежи по обычному графику. Каникулы будут автоматически прекращены. А для случаев, когда добросовестный заемщик не смог доказать свои права на кредитные каникулы в отведенный для этого 90-дневный срок, с подачи заявления Банк России рекомендовал кредиторам применять собственные программы реструктуризации. Далее информация от наших партнеров. Покупки вещей первой необходимости остановить не смог даже карантин. Телефоны, бытовая техника, одежда и обувь – все это требуется людям в любых условиях. Бывает, что у товара обнаруживаются изъяны. Стоит ли пытаться его возвращать и как это сделать быстрее всего, ответят в Кировском региональном экспертно-оценочном центре. Там при помощи специального оборудования проведут досудебную экспертизу товара и определяют причины возникновения недостатков, а также оценят перспективы жалоб, рассказывает эксперт Кировского регионального экспертно-оценочного центра Екатерина Нечипорук. Обращаются клиенты в частном порядке для проведения досудебной экспертизы. Это в том случае, когда, например, магазин им отказал. Сторона магазина, они не увидели недостаток. Это может быть обувь, может быть верхняя одежда, телефоны часто приносят. Спустя какое-то время человек звонит и сообщает результат. Вернули деньги за, например, кроссовки за 10 тысяч и вернули деньги за экспертизу полностью. Для меня, наверное, это самая лучшая награда. Товары, купленные через интернет, тоже можно вернуть, напоминают эксперты. Обратиться к ним, кстати, можно дистанционно в заботе о здоровье своем и окружающих. Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловская, 52, сайт Кривоц.ру. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 71,96 рубля, евро 82,39. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.